Этот оврах уже третий, выявленный специалистами Управления Ростельхознадзора за год в ходе контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом. Площадь самого большого из них полгектара, остальные чуть меньше. Заметить эрозию почвы было несложно. Повреждения начинаются прямо с кромки поля. То есть овраг функционирует давно, имеет все признаки действующего. То есть это крутые склоны, отсутствие ярко выраженного дна, отсутствие растительности на склонах, за исключением того, что с верхней части сползло. Ну и лообразный профиль, характерный для действующих оврагов. Такие овраги для Воронежской области не редкость. Образуются они в результате размыва почвы. Эрозийно опасные земли – это примерно порядка четверти территории региона. Если не предпринимать защитные меры, то овраги увеличиваются в размерах. Тодородный слой почвы вымывается, посевные площади сокращаются, транспортные связи нарушаются. С эрозией почвы необходимо бороться на ранних этапах, вовремя проводить агротехнические мероприятия, высаживать лесные насаждения. Первоначально, конечно, будем предостережения выдавать, объявлять предостережения, то есть профилактические меры. В дальнейшем, если реакция не последует на профилактику, уже будет контроль надзорные мероприятия, потому что разионные процессы – это один из индикаторов риска нарушения обязательных требований. Правообладатель земельных участков, на которых выявлены овраги, установлен. Им оказался один и тот же собственник. Сейчас ему уже выписано три предостережения. Если он не устранит нарушения, то будет организована проверка совместно с прокуратурой. Олеся Лисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал.